Это уже четвертая по счету конференция на данную тему. И мы рассматриваем основную цель этой конференции, это проработка новой системы управления страной, смена действующей системы власти. Когда нам говорят, что у либералов есть соответствующие свои предложения, свои проекты, то нас ставят упрек, что у патриотов их нет. И вот мы сегодня будем еще раз обсуждать то, что у нас есть, и нашу платформу, платформу национальных патриотов. Что мы имеем? Ну, в принципе, мы с вами уже говорили, что у нас есть разработанный проект народной конституции, который мы обсуждаем в интернете, который уже, по сути дела, готов для того, чтобы его выносить на более широкое обсуждение. Это вот такая вот неженка, в которой мы предложили новую систему управления страной. К этому проекту сейчас готовится 230 законов. Но, как вы знаете, у нас сегодня в стране 16 тысяч законов. И эти законы знать практически невозможно. То есть, когда много законов, тогда можно ловить рыбу в мутные владели. Поэтому, чем больше, так сказать, выдает на гора законов Государственная Дума, тем меньше законности в стране. И мы уже это видим, что один закон противоречит другому. Можно того, кого надо, взять под ручки и отвезти в соответствующее место. То есть, мы видели, как наших патриотов по 282-й статье берут практически ни за что. Да и наших здесь товарищей, которые здесь находятся, неоднократно уже, так сказать, задерживали. А некоторые у нас товарищи, как Барабаш и другие, сидят в тюрьме. Кстати, здесь как раз Надежда Михайловна Ковачкова сидит. Тоже мы хотим сказать, что вот в основном такие законы, которые сегодня производят на гора нашей Государственной Думы, они дают возможность этой власти, а я бы ее назвал режимом, достаточно жестко действовать против тех, кто выступает с теми или иными требованиями к власти или с теми или иными претензиями к власти. И, по-моему, об этом уже начало все население понимать, что чем больше претензий к власти, тем жестче закручивается гайка. Создается соответствующая народная гвардия, которая будет, оказывается, бороться с терроризмом и с, так сказать, внешними врагами, ну и так далее и тому подобное. Так что мы можем предложить конкретно нашим гражданам, что нашей стране мы можем какую модель предложить? Несомненно, одна из основных вопросов, которые у нас стоят, это каково будет устройство государственное. Государственное устройство, которое мы предлагаем, это Россия как унитарное правовое государство. То есть, по сути дела, мы предлагаем, чтобы все регионы были равны, чтобы не было национальных республик и чтобы соответствующим образом мы, граждане России, в каком бы регионе, в какой бы республике мы ни жили, мы чувствовали себя действительно гражданами этого государства, этой страны. Несомненно, вопрос имущества. Все-таки сегодня у нас олигархический клан, по сути дела, владеет более 90% всего государственного имущества. То есть, он наживается, жареет, а мы все, наше население, по сути дела, скажем, днем все нищими и становимся все нищими и нищими. То есть, если мы сейчас говорим о собственности, то все, что касается стратегических ресурсов страны, богатства страны, то, что дано Богу, должно принадлежать народу, но никак не встать с лишним человеком в нашей стране. И эти люди, которые сегодня владеют, они диктуют и политику, и диктуют ситуацию в стране. Естественно, мы на это должны ответить только одним, что должна быть проведена тотальная национализация всех стратегических ресурсов страны. Причем она должна быть проведена в кратчайшие сроки в интересах народа. Для того, чтобы получил народ, так сказать, поддержку в этом направлении, мы говорим о том, что все эти вопросы должны быть проведены на референдуме. Если народ выступит на референдуме, соответствующим образом власть обязана будет подчиниться. Мне всегда говорят, а кто даст в этом вопросе, так сказать, кто вообще даст вам провести этот референдум? Я всегда отвечаю, а по-моему, даже и спрашивают. Мы говорим не о том референдуме, который сегодня можно провести по закону. Его, по сути дела, нельзя провести. Ибо там столько приконок поставлено, что с 93-го года, если я не ошибаюсь, общероссийского референдума не проводилось. Поэтому сегодня говорить о том, что власть даст возможность провести законным путем референдум в рядочек. И мы ставим вопрос о проведении референдума народного. Тогда, когда мы обратимся к наружу и скажем, у нас есть свое предложение, свой проект будущей России. И давайте мы его либо поддержим, обсудим, и тогда, возможно, претензии предъявлять уже на законных основаниях власти. Мы говорим, что если народ в количестве не менее десятка миллионов заявит власти, что сегодня мы хотим изменить систему в стране, власть труднее. Она скажет, что да. А куда и деваться? Она сейчас, когда вышло 200 тысяч на Манежную площадь, власть уже, так сказать, себя почувствовала некомфортно, мягко скажем. А если выйдет несколько миллионов, то с этой ситуацией власть вряд ли сможет справиться. Поэтому мы говорим, что мы можем предложить свою платформу и принять ее именно цивилизованным путем, эволюционным путем. Не эволюционным, которым нас толкает власть сегодня, а именно эволюционным. И такую платформу сегодня мы будем обсуждать. У нас сегодня, я уже прочел, 8 выступающих, которые будут более подробно касаться каждого пункта данной платформы. Но я бы все-таки хотел остановиться на некоторых моментах, потому что один из моментов все-таки это вопросы, связанные с государственным устройством. Значит, хочу сказать, что государственная власть в России должна представлять единую систему управления страной и осуществляться на пяти взаимосвязанных территориальных уровнях. Общероссийском, межрегиональном, то есть окружном, региональном, районном, городском, местном, территориальном. И каждый из этих уровней должен иметь свои полномочия. То есть, если сегодня мы говорим о полномочиях местного самоуправления, то это фикция. Я знаю, что это такое по собственной шкуре. Когда вам дают якобы власть, а денег у вас нет, и вы ничего не можете делать. И когда вам дают возможность якобы что-то делать, а на самом деле в вашем уставе, который, так сказать, местное руководство утверждает, местная администрация, все выхолощено. Ну, мне кажется, в этом детали не стоит говорить. Вы хорошо знаете 31-й закон и так далее. Что касается, значит, общероссийского уровня. Ну, общероссийский уровень, естественно, будет управлением осуществляться президентом страны, представителем правительства России, органом законодательной власти, государственным советовым местом государственной думы, который будет... И еще одной ветью власти, которая предлагается, о которой мы уже раньше говорили, это общественным контролем, общественной палатой страны. Я бы хотел немножко остановиться на этом моменте, потому что общественный контроль у нас сегодня отсутствует. И когда Барабаш заявил о том, что непосредственно давайте все-таки потребуем от власти отчетности, то, естественно, принято было решение, и вся четверка у нас сегодня сидит в последствии. Значит, власть боится отчета, боится того, что от нее народ потребует непосредственно отчитываться за свои деяния. Ну, то, что сегодня происходит на телевидении, то, что происходит на радио, видимо, мне не надо рассказывать. Так только у нас появляются люди, которые начинают говорить правду о том, что происходит, этих людей потихонечку выжимают, выдавливают, и на их место приходят те, которые больше устраивают. Таким образом, власть полностью контролирует средства массовой информации, которые обязаны мы, в первую очередь, я считаю, это приватизировать. То есть мы должны национализировать то, на чем сегодня власть стоит. То есть на лжи, на том, что она сегодня, по сути дела, обманывает народ. Я недавно выступал Севчира, и он говорил о том, что в разы идет обман. Не на 10, не на 20, 30%. Власть обманывает население в разы. Но некому об этом сказать. Поэтому мы должны найти возможность заявить о том, что мы, как патриоты, должны провести национализацию и средств массовой информации, и банковской системы, и, соответственно, стратегических ресурсов страны. То есть те три столпа, на которых держится власть. Финансы, информация и, соответственно, непосредственно все вопросы, связанные с силовыми и так далее. Я хотел бы еще остановиться буквально с приконом на том, что у нас сегодня грядут выборы. Как они будут выстроены, и как они сегодня будут производиться, наверное, все прекрасно понимают. То есть подготовка идет капитальная, идут праймерсы и так далее, которые заранее уже определили, кого в будущее Дума пошлют. Я бы сказал, ее народ не избирает, ее просто, так сказать, назначают. И, соответствующим образом, эта команда из артистов, эквилибристов, так сказать, наших спортсменов и так далее и тому подобное, не имеющих отношения к политике, завтра будут, опять-таки, печь те законы, по которым будет страна жить. Поэтому мы, как патриоты, просто обязаны предложить свою платформу, мы обязаны показать стране, что мы предлагаем, и выйти своими просьбами непосредственно к народу, чтобы он все-таки проснулся. Потому что ситуация настолько тяжелая, настолько сложная, что после этих выборов, которые пройдут в сентябре месяце, мы окажемся у того же разбитого корыта, у которого мы сегодня и находимся. Поэтому наша задача сегодня – разбудить народ и предложить ему ту платформу, которую мы сегодня будем обсуждать. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо.